всех снова приветствую вы как всегда на канале о финансовой аналитике под названием седо инвестор давненько мы с вами не виделись и причиной тому служит моя некая работа да помимо самого канала мне приходится еще немного подрабатывать так сказать ну даже не то что подработка на самом деле это полноценная работа я занимаюсь видео съемкой а также пост продакшном и за последний месяц было так сказать достаточное количество заказов поэтому мне пришлось некоторое время отсутствовать поехал короче отдыхать вот это мой маленький комплект для отдыха тут куча батареечек марку взял для работы чтобы действиям помонтировать здесь куча проводов там еще пк на винде свит взял на всякий случай короче вот потихонечку отдыхаем но наконец-то я со всей этой работой так сказать разобрался заработал определенное количество денег которая готов проинвестировать криптовалюту сегодня поговорим о очередном падении биткоина что от него ожидать действительно ли это какое-то рекордное падение и стоит бежать с рынка ну либо стоит опять же усредняться заваривайте чаек присаживайтесь поудобней сейчас буду все объяснять ну во первых биткоин у нас значит провалился буквально на днях до 58 тысяч четыреста пятидесяти девять долларов а напоминаю я ожидал это падение именно эта зона поддержки 58 тысяч 980 долларов по моему личному мнению должна была быть удержана что принципе сегодня произошло зеленая свечка дневная у нас открылась получается на 60 тысяч 342 баксов опять же неизвестно что будет с ней ближайшее время поэтому рекомендую дождаться еще одних суток и при условии закрепления можно сказать то что этот ложный пролив был очередной раз обычной манипуляцией лично я сегодня буду делать очередной закуп более подробно данном падения точнее своих будущих целей про bitcoin я рассказывал соответственно в закрытом чате ну и конечно же рекомендации сегодня там выйдут кто бы что не говорил про bitcoin какие доводы бы они не предлагали я сейчас наблюдаю на том же youtube пространстве очень много негатива и связано это в основном про пресс а также про bitcoin и те в который к сожалению инвесторам ну точнее таким долгосрочным инвесторам не понравился из него пытаются максимально выходить сейчас но опять же является ли это правда либо манипуляции никто нам не скажет поэтому остается лишь придерживаться своих личных целей мои личные цели по биткоину остаются прежние я ожидаю вторую цель по 100 тысяч долларов и на самом деле сегодняшняя цена довольно приятная что касается альткоинов огромное количество провалилась даже ниже своего старого дна из некоторых я по выходил и далее не собираюсь их накапливать опять же из-за того то что было обновлено старое дно неизвестно где будет следующее но точнее где актив закрепиться и соответственно продолжит свою будущую консолидацию поэтому так сказать по этим мальтам ожидаем то же самое что и было по кейк после мощного пролива ожидали отскок далее 2 3 месячную консолидацию а далее усреднялись и так сказать заработали довольно неплохо то же самое будем ждать и по сегодняшней альте покоим маркетка в принципе можете все сами наблюдать открывать график каждой альты и соответственно смотреть какие активы больше всего провалились ну и конечно же делать свои выводы нужно ли усреднять а либо стоит от них избавляться за последнюю неделю из топ 10 альткоинов по капитализации получается у нас эфириум провалился всего лишь на три процента бенби на опять целых 35 сотых процента солана на 6 целых 42 процента xrp на минус 6 целых 16 процентов дочь coin дочь coin извините но либо доги coin на минус 5 целых 92 сотых процента и ада кардана на минус 4 целых 98 процентов принципе не все так страшно но опять же это всего лишь за неделю есть альта которая просела за месяц наверное но на минус 50 60 то есть 70 процентов если взять эфириум то за месяц он провалился на минус 10 процентов но за год а именно в долгосрочной перспективе он до сих пор показывает плюс и довольно так сказать мощный плюс семьдесят шесть целых девять десятых процентов бенби принципе стоит на месте за месяц минус 5 целых две десятых процента что касается года плюс 140 процентов тоже довольно мощно солана за месяц также упала на минус 20 целых девять десятых процентов но за год она дала почти 700 ну и в принципе все остальное также можете смотреть ознакомливаться и искать нужные вам активы вот допустим если взять полигон мать их так можно сказать что это вообще какой-то стейблкой на сегодняшний день за год он показал всего лишь минус 15 процентов в сегодняшнем ролике мы не будем разбирать техническую составляющую активов об этом поговорим в следующий раз обязательно подписывайся в мой телеграм-канал там очень часто выходят заявки на разборы вашей криптовалюты поэтому так сказать добро пожаловать ссылочку найдешь в описании ролика либо первом закрепе под этим собственно роликом по новостному фону принципе ничего такого страшного сейчас нет на фоне падения первой криптовалюты ниже 63 тысяч долларов киты замедлили свою активность на рынке деривативов об этом заявил генеральный директор крипто квант и ты трейдеры на биржах деривативов находится в режиме отказа от рисков отметил он но на самом деле с данным высказыванием я согласен очень много китов трейдеров которые заметили негативный фон со стороны допустим майнеров то что добычу они стали так сказать уменьшать а вывод средств увеличивать это собственно и влияет на падение биткойна сегодня продажи увеличились очень сильно а также массовые продажи bitcoin и т.ф. тоже могли способствовать падению биткойна ну собственно трейдеры на этом фоне просто стали уменьшать свои риски и выходить из своих сделок а то есть продавать биткойны и остальные криптовалюты в целом на самом деле меня удивляют такие спекулятивные новости а точнее спекулятивные аналитики которые пытаются залезть в само падение биткойна и пытаться объяснить что с ним сейчас происходит когда уже в принципе все заканчивается я всегда вам говорю то что стоит немножко переждать и как только все устаканится можно будет уже осуществлять какие-то действия еще хочу высказать одно свое недовольство да сегодня немного подушним эти же аналитики абсолютно не умеют пользоваться сопоставлением индексов но в общем со всеми паттернами криптовалютного рынка зачитаю прям как тут написано параллельно криптовалютный индекс страха и жадности снизился до нейтрального уровня 51 это самое низкое значение сначала мая дорогие друзья сегодня рынок очень горяч и он может упасть как на минус 50 значений и завтра плюс сотку даст поэтому ни в коем случае на это сейчас не обращаем внимание индекс страха и жадности нужно рассматривать во время консолидации тогда он действительно может дать хорошие точки входа ну точнее помочь а также точки выхода вот в реальном времени я сейчас открою индекс страха и жадности посмотрим действительно ли это самое низкое значение с начала мая или нет ну что ж индекс страха и жадности нам показывает отметку 30 что это означает то что я принципе сейчас абсолютно прав не ведитесь сейчас на индекс страха и жадности биткоина обращайте внимание именно на накопление и соответственно на объемные блоки про которые я очень часто рассказываю наверное это и есть суть всего моего криптовалютного канала во время таких манипуляций в криптовалютном рынке нет смысла отталкиваться лишь от одного индекса и вообще принципе его рассматривать сейчас сегодня у толпы жадность киты продают свои активы и мы соответственно боимся что же делать наверное надо фиксировать минус как только киты начинают покупать добирать жадность растет и соответственно индекс страха и жадности переваливать зеленую отметку сейчас так сказать этот индекс может варьироваться от 0 до сотки поэтому сегодня этот индекс не трогаем и так что касается самая свежая информация за 2024 год 21 июня чистый отток средств составил примерно минус 105 целых девяносто шесть сотых миллионов долларов это только по bitcoin и те да у нас получается основной отток начался 10 июня и сейчас он продолжается а до этого как вы могли наблюдать весь месяц шли лишь покупки и довольно мощные эту тему я затрагивал неоднократно своих прошлых роликах да действительно фондовые киты к сожалению не готовы к такой сильной волатильности то ли акции apple ну допустим того же amazon prime стоят на месте в течение года плюс минус 5-6 процентов а когда bitcoin дает минус 20 процентов за неделю но конечно же не будут выходить с этого актива поэтому здесь ничего страшного толпа просто не привыкла но либо плохое время начали заходить они вы сами подумайте они начали покупать биткойна точнее bitcoin и те в то время когда он был на хаях 70 тысяч баксов когда я рекомендовал соответственно сам фиксировал цены люди покупали но не были готовы так сказать к долгосрочному накоплению и интересовала их исключительно спекуляция а рынок таких будет очень часто выбривать опять же это сугубо мое личное мнение ни к чему вас не призываю если вкратце то ничего страшного я в этом не вижу идет очередной пролив по биткоину ну и соответственно будет рост в дальнейшем необходимо лишь ставить ведра по которым мы хотим собственно откупать активы я извиняюсь за долгое отсутствие потихонечку прихожу в состоянии ютубера сегодняшнего дня ролики будут выходить чаще и чаще надеюсь у меня все с этим получится но я наверное пойду высплюсь потому что не спал я очень и очень долго я думаю по моему внешнему виду это все прекрасно видно сегодняшним роликом просто показал то что я еще живой так сказать но в общем то все всем до следующей встречи нет всем до завтра